Моя тема сегодня поговорить с вами, что значит для нас клиенты, что значит для нас партнеры, что значит для нас активные лидеры и почему нам с вами так важно расти. И если сегодня посмотреть в целом на рынок, то вы видите, что сегодня в принципе приоритеты расставляются там, где больше всего ожидается клиентов. Поэтому в хорошем смысле сегодня в рыночных отношениях приоритеты в том, чтобы сделать из потенциальных клиентов, найти больше таких людей, сделать их довольными, благодарными, постоянными клиентами и приверженцами вашего бизнеса, тех товаров и услуг, которые вы предлагаете. И поверьте, пожалуйста, господа предприимчивые люди, может быть кто-то сегодня первый раз, но возьмите это на заметку. 80% товаров и услуг сегодня продвигается по рекомендации. И сетевой маркетинг, он стоит во главе, он впереди как раз вот изучения и понимания вот этих основ. Как из потенциальных клиентов, как их находить, как им продавать, как оставлять этих людей постоянными, как увеличивать товарооборот. И ребята, давайте признаемся сами себе. Да, мы находимся в бизнесе продаж. Знаете, вот слово продавать, оно очень многим некомфортно. Почему? Потому что когда вы приглашаете своих знакомых, многих в это предпринимательство, люди полагают, что здесь нужно только ходить и продавать. И к этому нужно относиться с пониманием, лояльно. Но ведь давайте признаемся себе, что в принципе человек продает все. И если вы работник в найме, вы продаете свою рабочую силу. Вы продаете свои знания, вы продаете свой профессионализм, вы продаете свою квалификацию, вы продаете свой энтузиазм, воодушевление, дисциплину. Вы все продаете. Но, к сожалению, 80% людей, меняя время на деньги, продают это за очень низкую зарплату. 80% людей. К сожалению, таков менталитет большинства людей. Что с этим поделать? Но мы ищем предприимчивых. Это те 20%, которые не готовы мириться с тем, что им назначает ограниченную зарплату. Это люди, которые не готовы стоять на коленях. Поэтому клиентами могут быть и те, в принципе, кто не рассматривает ваше предложение как бизнес, но просто людям нравится покупать продукцию. Но, ребята, имейте в виду, пожалуйста, следующий момент. Когда что-либо вы продвигаете на рынке, неважно, любую продукцию, вначале вы продаете себя. Вначале покупают вас, в первые секунды и в первые минуты контактов покупают вас, ваше отношение, ваше рукопожатие, ваш взгляд, вашу улыбку, ваше расположение, вашу позицию по отношению к этому человеку. И запишите, есть три ключевых момента, когда вы продаете. Когда вы стремитесь найти клиента. Первое. Всегда вы должны говорить правду. Это раз. Второе. Говорить с позиции интересов вашего потенциального клиента. Это два. И быть постоянно в доброжелательном настроении. Вот это важно, друзья мои. Очень важно. И сила личного примера, то, что вы сами являетесь потребителем, то, что вы демонстрируете людям, что это есть у вас, это основной аргумент в принятии решения человеком, которому вы предлагаете какие-то ценности. Потому что, в принципе, он покупает, может быть, вначале не продукт, он покупает вас, ваше отношение, еще раз вам повторяю, и ваши эмоции по отношению к этому продукту. Ваши эмоции. Поэтому быть стопроцентным потребителем, быть пользователем всей продукции – это прямая взаимосвязь на то, сколько вы можете иметь розничного дохода от того, что вы будете двигать эти продукты. И в месяц система рекомендует иметь 10-15 клиентов в розницу. Это нормально. Когда вы пытаетесь что-либо продавать, и вы делаете это на постоянной основе, очень важно, вы поддерживаете в себе форму продавца, коммуникатора с другими людьми. Это важная составляющая, ребята. Поэтому не говорите себе никогда, что я не хочу ничего продавать. Я не продавец. Поймите еще раз, вы так или иначе что-то в этой жизни продвигаете, вы что-то продаете. Но мы можем здесь это продвигать бесконечно и иметь неограниченный доход. И розничный доход от клиентов, он в принципе тоже, он ласкает, он интересный. Если вы будете иметь 15 клиентов в месяц и продавать каждому по 100 баллов в розницу, то вы будете иметь доход средней заработной платы в России. Вот и все. 10-15 клиентов. Поддерживайте, пожалуйста, себя в этой форме. Это очень важно. Поэтому, когда вы продвигаете что-либо, имеете клиентов, еще раз повторяю, вы постоянно тренируете в себе основы основ продаж. Вы тренируете навыки коммуникации с другими людьми. Вы тренируете искусство убеждения. Вы тренируете искусство продаж. Это важно. Что есть в нашем предпринимательстве партнеры? Ну, наверное, партнеры – это хорошие клиенты, это хорошие потребители, которые приняли решение строить это предпринимательство очень серьезно. Но я хочу вам сказать, что для меня прежде всего партнером номер один или партнерами в первом списке является моя спонсорская линия. Потому что, ребята, это так понятно, это так просто и закономерно. И если кто-то готов тебя научить чему-либо в этой системе ценностей, значит, ты это можешь передать другим людям. Это очень простая закономерность. Поэтому я с самым максимальным уважением, с самым максимальным отношением всегда в состоянии принимать информацию от своей спонсорской линии. Вы знаете, если бы даже, я честно вам признаюсь, если бы даже в этом предпринимательстве я должен был получить первую консультацию с Алексеем Маутаном и Верой Архиповой только при условии, когда я стану бриллиантом, я бы для этого квалифицироваться специально, чтобы общаться с этими людьми. Я честно вам абсолютно говорю, ребят. Я очень всегда внимательно слежу за тем, даже молча, как проводит консультацию Огнен Янкович. Как он говорит, как он общается, как он смотрит, какие вопросы он задает, как он отвечает, как он проявляет выдержку. Это лучшая школа. Нам самим нужно постоянно учиться. Поэтому знания мы приобретаем только тогда настоящее, когда об этом нам говорят практики. И я честно вам хочу сказать, что я боготворю, может быть, это предпринимательство. Я глубоко уважаю Ценю только за то, что здесь отношение между условно руководителем, здесь нет начальником и подчиненным, а именно между спонсором и партнером, они имеют абсолютно другую природу, чем мы имеем в схемах традиционного бизнеса и в работе в найме. Здесь спонсор-учитель, он заинтересован в том, чтобы ты был успешен. Вот это отношение людей, оно имеет самую высочайшую ценность. Личный интерес, душевный, сердечный, как хотите, так и понимаете. Вкладывать в этого человека, беречь этого человека, выращивать этого человека, радоваться за этого человека. Это состояние дорогого стоит. Цените это в ваших взаимоотношениях. Цените это в отношениях со спонсорской линией. И копируйте это отношение вниз. Я хочу вам сказать, что если не все складывается со спонсорской линией хорошо, мгновенно, такого рода, может быть, не совсем эффективные отношения дублицируются вниз. Они как-то сами собой перетекают. Проверено и нашим опытом тоже. Я почему иногда делаю акцент на ценности вот этих взаимоотношений, на том, чтобы здесь уважать и почитать спонсоров, потому что я сын обычных советских учителей. Я знаю, что такое учитель. Моя мама заслуженный учитель Российской Федерации. Мой папа был директор школы. Я лично всю жизнь лет, 45 лет, я наблюдал, как мои родители вкладывали себя в других людей. Какой это тяжелый труд. Какая это самоотверженная работа, ребята. Сколько-то строит затрат душевных сил. Но люди тогда работали за ограниченную зарплату. И когда вчера признавали Галину Александра Ващенко, вы думаете, мы с Ириной побежали к калькуляторам считать, сколько мы с этого заработаем денег? Нет! Это было другое состояние. Это было состояние невероятной афории сердца. Невероятной. Потому что за 10 лет мы вырастили людей, которые стали счастливыми, успешными, уверенными. У которых укрепилась семья. Которые выглядят замечательно. Которые будут сейчас путешествовать с нами по миру. Которые будут переносить эту систему ценностей другим людям. Поэтому взаимоотношения это есть основная ценность этого предпринимательства. Совершенствуйте это. Будьте, пожалуйста, всегда в положительной форме. Но имейте позицию. Как относиться к партнерам? Какие у меня могут быть вам рекомендации? Их несколько. Первое. Всегда, всегда и всегда быть в доброжелательной форме. При любых обстоятельствах, при любых негативах и настроениях ваших партнеров сохраняйте, пожалуйста, позицию доброжелателя. Уверенного человека. Не подключайтесь, пожалуйста, на волну негатива. Не обсуждайте негативные процессы, ребята. Цените все, что есть в ваших отношениях созидательного. Только это будет вас двигать дальше. Поэтому тренируйте себя в этом. Наблюдайте за собой. Подсказывайте друг другу, где вы совершаете эти ошибки. Второе. Пожалуйста, никогда, чему учит система, не решайте за других людей. Это огромная ошибка. Ошибка предпринимателей традиционного бизнеса. Огромная ошибка. К сожалению, в обычных сегодня системах высшего образования или на каких-то особых семинарах вот этому не учат. Но не решайте за людей. Если где-то получился немножко сбой, немножко человек пошел назад, немножко человек поменял отношения, поменял решения, немножко человек где-то захондрил, перестал читать планы, перестал приходить на консультации, «Пожалуйста, не хлопайте дверью». Золотое правило дипломатов. Никогда, никогда не хлопайте дверью. Меня в детстве этому научили. Мне постоянно этого показывали пример в юности. И, кстати, я хочу вспомнить, что один для меня очень важный учитель, который был у меня в студенческие годы, очень мудрый такой прозорливый человек, научил меня очень важному, очень важному состоянию. Никогда, никогда никому не завидовать. Вот так как мы продукты постсоветского пространства, и мы жили в эпоху дефицита, вот это, понимаете, вот этот чертик, вот эта струнка, да, вот это состояние, оно сегодня есть во многих из нас. Поэтому, ребята, научитесь восхищаться теми, кто чего-то больше в этой жизни достиг. Восхищайтесь, но ставьте перед собой цель, как сделать так, чтобы этот человек поделился с вами своими секретами. Это очень важное состояние. Не завидовать, а именно иметь в себе внутренний такой огонь востребованности, узнать, как эта личность чего-либо достигла. У меня на этом, в жизни был этому хороший пример. Я когда-то был дружен с семьей большой четырехкратного чемпиона мира, и меня эта семья принимала. Я наблюдал, что у этих людей было все, как не у других. Они имели любые вещи, они имели любые доступы, они имели любые деньги и так далее. И я тогда очень внимательно за этим процессом наблюдал. Я никогда ничего не просил, как другие. Я восхищался успехами этих людей. Я читал книги этих людей. Я всегда находился рядом, если эти люди делились секретами своего успеха. Это очень важное состояние, ребят. Поэтому не решайте никогда за партнеров, не хлопайте дверью. Оставляйте всегда возможность вернуться к диалогу. Дальше. Направляйте всегда ваших партнеров в русло работы по системе Network 21. Не надо изобретать своих велосипедов, дорогие вы мои. У нас с Ириной был такой печальный момент, может быть, да, в истории развития предпринимательства бизнеса МВЭ, когда мы очень серьезно задержались на уровне 15% на несколько месяцев. Хотя у нас был достаточно большой сетевой опыт. Но мы стали изобретать свои подходы, мы умничали, мы думали, что мы знаем больше, что за нами уже был очень высокий успех, но это было, можно сказать, пустой работой. И вот когда мы перешли на системные шаги, когда мы стали выполнять рекомендации системы, совершенно кардинально все улучшилось, и мы стали расти. Поэтому, что бы вы не спрашивали у своих партнеров, при консультациях, вопрос номер один, как бы вам не начинали диалог с вами партнеры, вопрос номер один к партнеру, сколько ты по прошествии времени, когда мы с тобой не виделись, прочитал маркетинг-план? Количественный фактор. Не надо сразу, знаете, вот вдаваться в подробности, выслушивать какие-то там жалобы, может быть там какие-то ссылки на других людей, выслушивать причины, которые мешают расти. Ключевой вопрос. А какое количество планов ты прочитал за последнюю неделю? Вот это важно. Дальше. Всегда и везде, при любых обстоятельствах и при любых консультациях, постоянно помните об основах системы. Постоянно давайте построение своим партнерам, те, кто более успешен. Постоянно давайте построение спонсорской линии. Как можно чаще консультируйтесь с вашими партнерами и, пожалуйста, контролируйте очень внимательно правила неперекрещивания. Это три важных составляющих, ребят. И с ними нужно работать на постоянной основе. На постоянной. Независимо от уровня, независимо от количества лет, сколько человек находится в бизнесе, независимо от состояния, контролировать именно эти три составляющих. Далее. Пожалуйста, не переживайте и держите всегда по отношению к клиентам и партнерам ваше драгоценное эмоциональное состояние. Берегите, пожалуйста, свое сердце. Берегите, пожалуйста, свои нервы. Потому что эмоции порой возобладают и они очень сильно влияют, как правило, в негативном плане на разрыв отношений, на уменьшение товарооборота или на то, что вы много лет были знакомы с каким-то человеком. Вы очень много вложили в этого кандидата, в своего знакомого. И чисто из-за какого-то маленького эмоционального срыва вы теряете потенциал этого человека в развитии. Вы теряете дружбу, вы теряете партнера, вы теряете будущего бриллианта. Тренируйте всегда в себе эмоциональную составляющую по отношению к вашим партнерам. В каждом диалоге, пожалуйста, будьте внимательны, будьте готовы всегда, что может быть какая-то неудобная, может быть какая-то критическая ситуация, и вы всегда в хорошей, уверенной, твердой позиции, положительного отношения, настроения и эмоции под контролем. Ведь почему у вас не складывается иногда рекрутирование ваших кандидатов? Почему не идут за вами ваши друзья, которые знали вас много лет, только потому, что вы себя показываете неуверенным и слабым предпринимателем? Слабые люди, запомните, никому неинтересны. Никому. Вам неинтересен слабый спонсор, вам неинтересен слабый учитель и лидер. И вашим партнерам вы неинтересны, если вы проявляете чувство слабости и неуверенности. Поэтому держите всегда удар, держите позицию, это очень важно. Что есть для нас активные партнеры? И какие могут быть здесь рекомендации к тем, кто проявляет особый энтузиазм в этом предпринимательстве? Я хочу вам озвучить цифру, она может быть показаться кому-то некорректной, но однажды от одного очень известного человека, весьма авторитетного в мире, я услышал такую фразу. Только 2% людей двигает технический прогресс, остальное, как он сказал, спальный район. Очень емкая фраза, очень серьезная. Мы в принципе с вами это проходим в маркетинг-плане, когда мы говорим, что 90% финансового потока владеет 10% людей, и 90% людей контролирует 10% финансового потока. Поймите, пожалуйста, что мы в том предпринимательстве, и мы в той системе, где мы ведем в хорошем смысле естественный отбор тех людей, кому это предпринимательство становится интересным. И мы не знаем кто. Мы никогда ни за кого не решаем. Поэтому наша задача найти кандидатов желающих и выявить тех, кто совершенно добровольно, не делая ставок ни на кого, не решая за других людей, показывает, что люди готовы этим предпринимательством заниматься очень серьезно. Это нормальный отсев. Если мы говорим, что 20% людей готовы что-то предпринимать в своей жизни, они не готовы работать за ограниченные доходы, то 20% россиян – это практически 30 миллионов людей. Это колоссальный потребительский рынок. Если сегодня мы в бизнесе МВИ имеем более миллиона только потребителей, и несколько сот тысяч здесь активно себя ведут, то резервы, потенциал российского рынка, он просто безграничен. Я почему сюда пригласил или показал на этот бизнес своим детям? Потому что здесь система ценностей, которая позволяет именно семье выстраивать это предпринимательство в величайшей гармонии. и совершенствовать себя как личность. Вот это важно. Поэтому, ребята, те люди, которые приходят сюда, они на первый взгляд могут не проявить себя достаточно активно. У них может быть скромная биография, они могут быть скромно одеты. У них может быть никакого образования, у них, может быть, была никакая рекомендация. И вообще это появилось на вашем горизонте случайный человек. Но все мы живем с вами, как сжатая пружина. Вы хотите попасть в эти 2%, работайте над собой. И то, что вы получаете в этой жизни, вкладывайте в других. Как вы меняетесь сами. Делайте эту самую, может быть, тяжелую работу над собой, но вы ее должны делать. И она приносит величайшее счастье. Меняться, видеть мир по-другому, открывать новых людей. Это потрясающее состояние. Вы знаете, мне иногда делают комплименты и моей жене, что мы как-то там немножко лучше и моложе выглядим. Да я вам скажу главных секрет, откуда я питаю эту энергию. Почему я молодец? Я ее питаю от партнеров. Я питаю от результатов моих партнеров. Потому что все на очень тонком энергетическом уровне взаимосвязано, чтобы вы знали, какими людьми вы себя окружаете, такими вы и становитесь. Какие эмоции вы несете в группу, то вы и будете получать. И если идет разрушительная работа, вопрос времени, когда бумерангом вы это получите. Я хочу вам сказать гораздо больше. Я люблю учиться. Потому что в нашей жизни на очень тонком уровне существует эта энергия. Если вы творите и сеете добро, вы получите многократно больше. И если вы творите и сеете зло, не вы, а другие люди. Вопрос может быть не сейчас, но когда-то. Может быть даже не вам придется отвечать за это, а вашим детям и внукам. Может быть извините за эту тяжелую информацию. Но я еще раз хочу вас попросить, чтобы вы сегодня прежде всего сфокусировались на себе и второе, на ваших партнеров. На ценности тех людей, которые вас окружают. Потому что люди это основной капитал. И если вы в себе будете выращивать вот эту веру, что в каждом человеке находится, как я всегда повторяю, нереализованный потенциал колоссальных возможностей, если вы будете приходить с этой верой к кандидатам, если вы будете в этом состоянии консультировать вашу группу, ребята, вы будете получать здесь огромные вознаграждения различного типа. Это правда. Но я хочу обратить ваше внимание, что когда в вашей команде и возможно на глубине, а как правило это так и происходит, появляются интересные ребята, вам нужно туда пойти. Меня всегда интересует, когда я на какие-то сроки выезжаю из своего города и возвращаюсь в команду, я всегда очень внимательно наблюдаю и задаю вопросы моим руководителям. А кто в момент моего отсутствия в вашей команде появился интересный человек? Если такой человек появился, я иду с ним знакомиться. Корректно, с приглашением спонсорской линии, но я договариваюсь на встречу всегда. Если мне дают самые приятные характеристики, если мне показывают на высокий интерес какого-то кандидата, которого я еще не знаю. Я иду и работаю с этим человеком. Это очень важно. Мы построили серийную платиновую группу практически в городе Казани только по скайпу. Я вам честно хочу сказать, мы два раза коротко были в Казани, и сегодня у нас там платиновый предприниматель, который закрывает платиновый основатель и квалифицируется на Париж, и мы этот бизнес построили на общение по скайпу, на обращение в глубину, потому что я руководителя в Казани постоянно просил, приглашай и приглашай, и приглашай мне потенциальных интересных людей. Кто у тебя сегодня в максимальном развитии? Приглашай, мы будем общаться вместе. Вот это очень важно, ребят. Дальше. Достижение новых уровней. Я сегодня считаю, я думаю, что вы меня поддержите, что M-Way – это лучшая система вознаграждений и поощрения людей. Фактор, который меня сюда подписал, если так можно сказать, это то, что здесь есть возможность получения неограниченных доходов. В восьми видах деятельности, в которых я участвовал прежде, и которым я посвятил 35 лет своей сознательной жизни, я всегда имел дело с ограничением в моей зарплате. Здесь этого нет. И вот это нужно понять, ребята, потому что если ваши потенциалы начнут работать, если у вас возродится мечта, если вы поставите серьезные цели, не будет ограничений здесь доходом. Это очень приятно. Почему в это предпринимательство приходят в том числе состоятельные, влиятельные, богатые люди? Потому что это стиль жизни и очень важно неограниченная зарплата с возможностью передать этого предпринимательства по наследству. Нетворк, ребята, это лучшая среда поощрения вас. Вы вчера видели вечер мечты, вы видели вечер признаний, но скажите, пожалуйста, в каком еще виде предпринимательства и есть такое? В каком еще виде предпринимательства вам могут устроить вот такой Голливуд? Признание тысяч людей, которые аплодируют вам от чистого сердца. Поэтому очень важно вашим активным людям устанавливать следующие планки, ставить совместно следующие цели, показывать неограниченные в этом возможности и рисовать примерно картинку мечты, что вы реализуете, если человек достигнет уровня изумруда, бриллианта и так далее. Я вот сегодня поднимал именинник, и хочу вам сказать, ребята, что когда вы станете бриллиантами, вы свои дни рождения будете встречать когда угодно, где угодно, и обязательно в лучших гостиницах и на лучших курортах мира. Это такое приятное приключение в жизни. Это так сильно вас будет воодушевлять, когда вас будут поздравлять в разных уголках мира. Это очень приятное состояние. И ради этого и есть смысл в этом предпринимательстве работать самоотверженно. И я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда уважали людей, которые вас окружают, чтобы вы дорожили, оберегали и уважали ваших партнеров, будьте успешны. Go Diamond! Всего доброго!